всем привет это первое видео из цикла основы физического моделирования в этом цикле мы в самом упрощенном виде рассмотрим базовое понятие основ физического моделирования в играх или игровых программах и в этом цикле я еще не знаю сколько будет видео в этом цикле какая их будет последовательность но в этом цикле мы рассмотрим фундаментальные законы физики гравитацию трения столкновение кинематику систему частиц ну может быть что то еще вот в каком формате это будет в каком формате будут эти видео тоже не могу сказать то есть где-то будет больше разговоров и обсуждений даже не обсуждений не с кем обсуждать но больше разговоров будет где-то будут участки кода где-то возможно даже будет что-то нарисовано и показано вот но в сегодняшнем видео мы рассмотрим такие фундаментальные законы даже незаконные а понятие как масса время положение в пространстве ну возможно еще и время вот то есть это все в самом базовом в самой базе так сказать вот не углубляясь в серьезные технические детали и в реальное физическое моделирование так как реальное физическое моделирование задача довольно таки сложная и она требует серьезных вычислительных ресурсов вот а в играх это все очень сильно упрощено и упрощено до максимума потому что основной упор все таки идет на какую-то логику на какую-то графику на то что ну вот игра была красивая интересная вот и если еще заниматься реальным физическим моделированием то на данный момент вычислительные мощности пока не позволяют да там к примеру ехать на автомобиле в каком-нибудь в какой-нибудь игре удариться об стену и чтобы компьютер сразу же провел реально физическое моделирование как погнулась там та часть в которую пришелся удар вот все это очень сильно упрощено уже для в разных играх просто заготовлены там куски к примеру если машина ударяется при ну передней частью да вот и для этого уже есть готовой модели там погнутого бампера или капота и их может быть штук 20 даже да и реально вы не отличите что это уже заготовленные модели вот то есть каждый раз вы ударяетесь и у вас как бы вроде капот или бампер по-другому погнут или оторван вот это уже готовой части есть их моделировать не надо вот но давайте давайте перейдем к фундаментальным законам физики так и и и и что у нас ну давайте что такое масса вот кто-то ну я думаю все знают но все равно как бы масса в играх то есть представляется не обязательно то есть мы сейчас берем то есть в этом цикле будем говорить о простых играх от 2d в трехмерных играх там уже все будет посложнее но чтобы создать трехмерную игру нужно очень много времени то есть нельзя создать игру вот есть я видел видео ролики на ютубах в которых рассказано там игра трехмерная игра за полчаса за час там или еще чего-нибудь ну там на самом деле просто редактором создается сцена по которой мы двигаемся это не игра и в игре должны быть все составляющие компоненты игры там даже да да должен быть какой-то сценарий там должен быть какой-то мир какие-то там здание или боты или и это все нужно программировать нужно чтобы они друг друга взаимодействовали определять те же столкновения но столкновение то может движок определять но для того чтобы эти боты как-то двигались по каким-то там определенным алгоритмом а эти алгоритмы надо программировать и это все довольно таки это все создается не так уж и быстро вот и не одним человеком как бы один человек то может конечно же создать такую игру но это процесс будет очень долгий и не один год вот и даже не два и не три года один человек будет создавать какую-то более-менее играбельную 3d игру вот все наши рассуждения о основах физического моделирования будут касаться простеньких 2d игр вот но это будет уже какая-то база вам и если вы захотите усложнить вашу логику или ваше моделирование то база у вас уже будет и вы сможете дальше уже дальше уже там подчитывать что-то либо возможно я тоже дойду до того и ну как бы до более сложных процессов моделирования да то есть то есть не в самом простом виде а уже посложнее ну посмотрим как она пойдет так вот масса масса измеряется у нас в ньютонах вот юда вес точнее масса в килограммах вот путаю сам а вес в ньютонах вот сама масса как бы это понятие абстрактные вот масса это характеристика которая там определяет какое-то количество атомов то есть эта масса это абстрактное понятие и абстрактное понятие материи вот сколько материи находится в одном килограмме и сколько материи находится в десяти килограммах вот то есть по факту в десяти килограммах в десять раз больше материи вот ну примерно да это грубо так вот как бы масса говорит о том сколько материи содержит объект а единица измерения веса является ньютон и этот вес он разный на разных планетах то есть то есть масса не имеет веса не некоторые конечно путают ну это вполне допустимо когда идет путаница когда спрашивают какая у тебя там какой у тебя вес и говорят его там в килограммах вот на самом деле в ньютонах но это уже такой придирки вот в играх же масса не обязательно используется как килограммы это просто относительно единицы потому что может быть какой-то объект там int масса объекта 1 там равно единичка давайте марс 1 и масса 2 вот а масса 2 там 20 и это не обязательно должно быть килограммы граммы или еще чего-нибудь это просто абстракция и мы знаем то есть по этим двум переменам мы знаем что объект м2 масса которого 20 до в 20 раз массивнее чем объект м1 и этого вполне достаточно больше ничего не нужно если мы говорим простых 2d игрушках вот то есть этого вполне хватает для того чтобы даже рассчитать столкновение объектов да как какой объект какой толкнет там если два объекта с одинаковой массой столкнуться то они как бы по-хорошему есть там столкнуть какую-то упругость ведем есть они должны отталкиваться друг от друга или просто вообще это все отбросить то они с одинаковыми скоростями полетят в обратной стороны если же этот объект м2 столкнется с м1 то м2 скорее всего чуть-чуть замедлит свою скорость а м1 улетит далеко от м2 так как м2 20 раз массиве вот поэтому масса сама по себе не имеет веса вес у нее появляется только тогда когда объект помещен гравитационное поле вот и соответственно получается эффект который называется вес вот это масса поэтому большинстве случаев масса это просто но в простых играх это просто просто некие единицы можно говорить просто о единицах до 100 единиц 1 единица 20 единиц масса и все то есть не обязательно привязывать и писать что это килограммы то есть если вы пишете килограммы знаешь вам наш подразумевается что вы уже будете моделировать что будет какое-то притяжение будет какое-то гравитационное поле и там появится вес и все такое вот это что касательно массы массу я думаю мы поняли вот то есть то есть то есть то есть дальше время время как бы все и так знают что это такое да но как его объяснить что это такое не прибегая к нему довольно сложно вот но хорошо что все и так о нем знают вот в простых играх время временем является на количество кадров в секунду то есть в реальной жизни время измеряется секунды минуты часы недели дни и так далее вот в играх же в простых играх за время берется количество кадров в секунду обычно это устанавливается 30 кадров в секунду можно 60 кадров но как бы это не столь важно то есть количество кадров в секунду в уже более сложных играх это в основном трехмерные игры то там уже нужно работать с реальным временем но о реальном времени мы поговорим но в данном случае мы будем рассматривать и в тех примерах которые меня уже были то есть у меня там была какая-то реализация на языке си частичная реализации игры пара труппер вот так там была привязка просто к количеству кадров в секунду соответственно это там один кадр в раз в 33 миллисекунды появлялся и относительно этого был расчет вот ну соответственно скорость относительно этого тоже рассчитывал вот то есть можно даже еще сказать так что один кадр это есть одна виртуальная секунда вот далее положение в пространстве как она и что это такое обычно положение в пространстве задается двумя координатами вот если это двухмерная игра x и y если трехмерно то еще z появляется ну и как говорят есть еще четвертое замерение это время но вряд ли мы будем использовать все так вот четыре измерения вот так вот касательно до простых двухмерных и есть x и есть y вот есть также одномерные игры можно сказать одномерные то есть когда у нас все происходит в одной плоскости но это я не знаю можно к такой игре приравнять там марио например когда у нас просто одномерное пространство есть внизу он внизу бежит вправо или влево ну еще прыгать может то есть можно приравнять это к одномерного пространства к двумерному пространству это когда мы к примеру находимся сверху да у нас ну якобы сверху здесь у нас ездят танки к примеру ли что-то бегают или бильярд или еще чего-нибудь вот то уже есть и x и y вот в случае с марио то там по факту у нас есть позиции x и высота да вот подпрыгнул он или нет или не подпрыгнул и все и есть какая-то карта вот так вот как бы задается двумя координатами на положение в пространстве вот далее для того чтобы работать с этим объектом в двух двумерной игре но давайте вот мне есть такая программка гео гебра да и к примеру давайте изобразим изобразим какой-то полигон да ну например для того чтобы определить столкновение в самом простом виде как это используется да в играх эти все вещи максимально упрощены вот но к примеру вот у нас есть какой-нибудь какой-нибудь многоугольник и нужно определить определить столкновение этого многоугольника с каким-нибудь вот другим многоугольником то есть с выпуклым то есть мы сейчас простые вещи берем то обычно все эти объекты помещаются в ограничивающие сферы ну вот грубо говоря вот одна сфера и пусть это грубо говоря вот чтобы не двигал вторая сфера то есть ее можно радиус наверно радиус наверно можно сместить вот вот сюда но ну где-то так короче вот и в самом простом виде для того чтобы определить столкновение вот этих двух объектов до в 2d мире или в 3d мире это может быть сфера а вот то достаточно определить столкновение окружности то есть если обобщить даже не обобщить большинство программистов в своих играх объекты вот какие-то описывая либо окружностями либо прямоугольниками а либо сферы либо параллелепипипеды если это 3d игра для того что то есть описывают простыми какими-то фигурами столкновение которых легко определить вот но лучше стараться избегать сложных вот таких вот объектов если есть конечно же возможность а вот потому что чем проще объект тем проще определить его столкновение с другим объектом а другие другой объект это может быть какой-то движущий либо здание либо еще 4 либо еще чудо так вот данном случае вот сфера у нас мы видим да и вот ее центр этот центр еще называется центром масс если этот круг либо сфера является объектом материя которого везде внутри однородно то есть одинаково да то центр масс вот как раз в центре от этого и называется центр масс вот но если мы уже там задаем к примеру развиваем нашу игру и и и и для простых игр вот такое положение вещей когда центр масс вот здесь достаточно приемлем да но вполне вполне нормально когда центр масс вот здесь но когда мы начинаем уже более-менее физическое моделирование то вот это центр масс это очень грубо вот это очень грубо и при приближении и ну можно сказать неадекватная потому что для определенных формул уже ну как бы физическое моделирование уже будет чуть-чуть не то и нам тогда придется придумывать что это не земля а некая там планета какая-то который там свои законы физики вот и и и что делать но в данном случае то есть что делать когда мы приступаем уже к физическому моделированию то для объектов вот для такого объекта надо вычислить центр его масс как же его вычислить но формула вычисления центра масс довольно таки простая но давайте вот это и все отменю и очищу сейчас попробуем написать небольшую программу которая будет вычислять центр масс она к примеру давайте вычислим центр масс на двумерном пространстве вот двумерном пространстве у нас есть так давайте отрезок вот сегмент у нас есть точка а и точка b вот . а координаты 00 . b 30 центр как посчитать центр масс но это грубо говоря середина середина будет у нас следующий x плюс вот этот x y плюс вот этот y и вот сумму иксу и сумму игреков делим на количество точек вот и все вот мы получим 1 и 5 по иксу и 0 по игроку вот здесь будет центр но если же в этой точке будет одна масса а это то есть мы предыдущая формула была не учитывала массы дан когда каждая точка имеет одинаковую массу вот в данном случае это могут быть вот два таких объекта вот скажем так один объект и вот второй объект вот то есть в этом случае как бы вы должны понимать что к примеру уже точка b массивней и массивнее ну я не знаю наверно наверное в два раза чем . а то есть и тогда по хорошему центр масс будет где-то вот здесь то есть если мы будем учитывать масс в предыдущем формуле которая просто озвучил мы массы не учитывали предполагали что они одинаковы давайте вот так вот сделаем как будто бы масса одинаковая вот две одинаковые массы ну чуть чуть не одинаково короче тут надо по по уменьшать наверное вот так вот и вот так вот наверное ну примерно одинаково вот то есть мы складываем точки либо радиус векторы радиусы векторы это у нас просто координаты точек вот почему называются радиусами векторами потому что есть какое-то начало координат в данном случае для этого случае это 00 а радиус вектор это вектор отрезок построены из начала координат к самой точке но по факту вот координата 1 3 радиус вектор здесь 595 253 здесь 668 и так далее так вот идет сумма радиус вектором какого-то объекта вот и разделяется на количество этих точек да и этим мы считаем центр масс давайте давайте реально сейчас сделаем этот расчет даже не расчет сейчас быстренько напишем небольшую программку да которая будет считать считать центр масс для этого нам надо создать point point это у нас будет структурка которая будет описывать положение точки ну либо радиус вверх и давайте флот у нас будет . x по умолчанию сразу будем инициализировать дальше дальше у нас будет y и дальше у нас будет масса масса по умолчанию будет равна нулю о единички вот теперь смотрите теперь нам надо рассчитать центр масс point то есть цен точку до центра масс мы вернем напишем такую функцию get центр масс и принимать мы будем вектор а стадо уже написан вектор точек point а вот так соответственно вот здесь point давайте по умолчанию раз и теперь нам нужно пробежаться по этому вектору и суммировать все x и y и разделить на количество точек ну давайте в самом простом случае когда мы массы не учитываем форм это не поинтер это . point а поис дальше вот здесь сначала я объявлю флот x 0 . f и и давайте игрек и теперь здесь x плюс равно берем эту точку берем x просто суммируем все иксы и все игреки вот так дальше 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 результат . x равен x делим на количество точек а по points сайт то есть это среднее арифметическое если так уже брать вот делим и получаем теперь давайте давайте сделаем следующее сейчас нарисуем какой-нибудь объект и рассчитаем его центр масс но давайте вот нарисуем такой объект треугольник вот так вот и вот так вот вот у нас будет треугольник вот с такими координатами и посчитаем его центр масс но координаты вот мы вот здесь видим 0 0 2 3 и 5 2 и так давайте давайте point p1 и p1 и p1 равно p1 равно и воспользуемся нашей функции которая посчитает нам координаты и так нам нужно сюда передать вектор так так ну можно этот вектор так давайте его объявим здесь вектор и т1 до или object 1 объект 1 создадим его и здесь укажем point что он будет состоять из точек и первая точка 0 0 3 3 указывать не будем параметр точнее переменную так как по умолчанию она на единичка ну и первую можно было бы не указать но пусть будет и так у нас первая точка радиус вектор 0 0 2 2 3 вот так вот 2 3 здесь уже point можно не указывать вот можно не указывать 2 3 и 3 . 52 и 3 . 52 то есть по факту мы вычислим среднее арифметическое да вот и давайте о 1 так ну и здесь давайте все таки вот так вот напишем чтобы не было копирования вот и посмотрим результат p1 чему будет равна и посмотрим реально в пространстве да эти координаты и так вот мы посчитали чему равен p1 2 и 3 и 1 и 6 ну давайте давайте вот поставим здесь точку и изменим и координаты мы получили вот такие результаты 2 и 3 и 1 и 6 и как мы видим вот она да по факту вот он есть центр масс теперь давайте давайте а как тут добавить еще одну точку как то давайте не будем добавлять никакую . давайте нарисуем новый полигон и убедимся что все работает давайте теперь это не треугольник будет это вот какой-то прямоугольник вот такого типа ну даже вот вот так и так давайте быстренько ведем вот эти точки сейчас я нажму на паузу их в виду чтобы не тратить время и продолжим и так я вел эти точки вот вел раз два три 4 5 5 точек вот их координаты и вот я вел раз два три 4 5 и сейчас давайте получим получим центр масс да то здесь учит предполагается что масса каждой этой точки имеет 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 одинаковую массу вот это нужно нам для уже физического моделирования помню так по 1 что мы получили x 2 и 9 y 1 и 7 ну давайте проверим то есть это средняя арифметическая давайте еще раз проверим и и продолжим так 2 и 9 и 1 так меняет тут этой точки 2 и 9 не понял а чё она не написала 2 а чё она не хочет так еще раз 2 и 9 и 1 и 7 там было и 176 ну вот да то есть в принципе вот центр масс соответственно как бы как бы как бы это не ограничивающий круг до для определения столкновения это центр масс то есть для физического моделирования то есть для определения столкновения возможен центр чуть другой чтобы ограничить это в круг да вот но для физического моделирования нужно иметь вот этот центр масс хорошо когда центр масс и ограничивающая сфера или круг совпадают вот теперь давайте учтем массу что нам для этого надо для этого нам надо вот здесь в этой функции кое-что добавить то есть добавить учет массы первое ну раз мы уже считаем то мы посчитаем общую массу дан объекта который описан вот этими точками то есть добавим переменную масса дальше вот здесь нам нужно умножить на п.масс то есть мы суммируем все иксы и игреки и умножаем вот этот x вот этот п x умножаем на масс и здесь по y умножаем на массу данного в последнем в предыдущем случае мы не умножали так как по умолчанию это была единичка можно было и умножать то есть мы сейчас умножим и результат не изменится то есть не изменится потому что масса по умолчанию единичка у всех ну и давайте массу суммируем массу п.м дальше как меняется вот эта формула эта формула меняется тем что здесь делится не на количество точек а делится на вот эту общую массу вот ну эти формулы вы можете найти в интернетах и именно формулы расчета центра масс вот теперь 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 давайте вот это массу тоже общую массу равно м вот и теперь а ну теперь давайте проверим да ничего не должно измениться у нас должны остаться те же результаты давайте в 10 по 1 по 1 2 и 9 1 и 7 как было так и осталось но теперь давайте давайте точки точки к примеру б добавим массу то есть у всех этих точек масса по единичке а в точку б добавим пусть не единичка будет так точка б это у нас сколько то 2 и 4 вот 2 и 4 давайте добавим массу 55 единиц это может быть 5 килограмм 5 тонн но мы это уже обсудили и так 5 единиц теперь давайте посмотрим на результат на результат и к как изменились координаты общая масса 9 вот но у нас 5 точек ну я думаю понятно теперь давайте посмотрим эти координаты как они изменились 2 и 5 и 2 и 7 ну давайте перейдем сюда и изменим так 2 и 5 а вот здесь 2 и 7 как мы видим центр масс сместился ближе к точке б потому что б массивней чем вот эти все остальные и физическом моделирование вот вот эта точка этот центр масс уже он он приближен к там правильной вот потому что без учета масс у нас бы центр был бы вот здесь к примеру есть это ограничивающий круг был бы и чуть-чуть не то не так все работало вот кроме всего прочего наши объекты могут быть из 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 так полигона просто квадратики тут нельзя ну ладно вот вот так то есть наш объект может состоять из нескольких вот таких вот прямоугольников вот ну грубо говоря вот так вот пусть будет раз-два тут может быть еще какая-то башня может это здание какая-то вышка что-то что-то такое короче что такое вот то есть наш объект может быть может состоять из нескольких прямоугольников то есть и задача сводится задача аналогично то есть нам нужно посчитать центры масс каждого прямоугольника вот а потом вычислить средний и получить где же находится реальный центр масс то есть для этого прямоугольника центр считаем для этого и для этого а потом вычисляем там средний вот вот так а то есть по факту мы храним три центра масс этого прямоугольника этого этого и потом считаем средний ну то есть формула аналогичная просто она уже работает для большин для многих объектов это один объект а это здесь уже три объекта может быть 4 5 и 6 вот поэтому 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 думаю немного ситуация прояснилась да то есть если мы приступаем к физическому моделированию то нам уже нужно вычислять центр масса центр масс вычисляется не так уж и сложно то есть самое главное не усложнять саму игру или сам мир если это возможно то есть все должно быть предельно просто вот если же нужно добавлять сложные объекты но если это обосновано то конечно же конечно же на это нужно тратить какие-то вычислительные ресурсы но если в вашей игре не принципиально к примеру это прямоугольник либо квадрат то лучше выбрать квадрат потому что квадрат проще на просчитать в плане и центром ас и столкновение и и всего остального вот если это не принципиально в многих играх особенно может быть старых в новых не знаю я не присматривался так как не играю но можно заметить такую вещь как примеру есть приблизить очень сильно если эта игра там и есть автомобили можно приблизить очень сильно и видеть что колесо на самом деле она не такой уже и уж и круглое колесо просто состоит из не вот такой вот круг а вот типа вот такой да там может быть все зависит от стиль ну короче где-то вот так да то есть особо не круглый то есть если отдалить камеру колесо вроде круглый вот дальше можно заметить это вполне нормально когда мы сталкиваемся с объектами либо там автомобиль может чуть-чуть не достолкнуться как бы реально мы можем посмотреть и между там примеру преградой и нашему автомобиле маленькое такое пространство есть либо чуть-чуть все-таки бампером или какой-то частью автомобиля он въехал в эту преграду чуть-чуть но это неважно вот и на это никто не обращает внимание обычно вот если не придираться соответственно все максимально упрощается но думаю все хватит разговоров уже 35 минут говорим и не знаю а полезно мы говорили или нет в следующем видео я думаю мы рассмотрим что такое скорость и что такое ускорение вот поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем делимся ну и до новых встреч всем пока